МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К подножью Стеллы, Орел, город воинской славы, легли цветы. Города. Указом президента России Владимира Путина от 27 апреля 2007 года Орел, Курский, Белгород были первыми городами, удостоенными почетного звания город воинской славы. Накануне 65-й годовщины Дня Победы 8 мая 2010 года была торжественно открыта Стелла. Отдать дань уважения подвигу людей, отстоявших свободу и независимость нашей Родины, сюда приходят орловчане и гости города. Так было и 4 августа 2018 года. Большой вклад в сохранение памяти о героях носит наши поисковые отряды. Только в этом году в ходе вахты памяти ими обнаружены останки 743 доблестных защитников Родины и 9 мирных жителей, погибших во время войны. Вечная им слава и вечная им память. Мы никогда не забудем уроки истории. В этот торжественный день мы обещаем нашим ветеранам сделать все, чтобы знамя Победы всегда оставалось в надежных руках. На примере поколений победителей мы учим молодежь любить Родину и гордиться ее успехами. Достойно продолжать славные героические традиции. Свято храня заветы предков, опираясь на опыт старшего поколения, жители Орловской области сделают все для устойчивого развития и процветания родного края. Продолжат вносить свой вклад в укрепление могущества великой российской державы. Их имя навсегда вписано в летопись истории, кадры фронтовой кинохроники. 5 августа 1943 года в 2 часа 30 минут разведчики Иван Санько и Василий Образцов выдрузили знамя над зданием по улице Московской, дом 11. Ныне это площадь мира, дом 5. По официальным данным, флаг здесь находился до 18 часов 30 минут 16 августа 1943 года. В 24 часа Москва салютовала в честь освобождения Орла и Белгорода 12-ю артиллерийскими залпами и 120-ти орудий. Орел – город первого салюта и воинской славы России. Здесь, на Орловской земле, состоялась одна из самых грандиозных сбит, которая предопределила судьбу Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Наш долг – связано хранить историческую память о войне и победе. Как сказал президент России Владимир Путин, у страны должны быть герои. И люди должны их знать. В память о тех, кто подарил нам легендарную победу, сегодня мы открываем бюсты героям-разведчикам Ивану Дмитриевичу Санько и Василию Ивановичу Образцову. Мы редко вспоминаем еще одно имя. Это Мария Александровна Караван. Полковой врач. Но именно это она сшила в план побед, который позже был подружен над городом Армова. Мы сегодня низко кланяемся всем ветеранам, потому что это действительно была кровопролитная война. Инициатива установки бюстов сержанта Ивана Санько и эфрейтера Василия Образцова принадлежит молодежному поисковому движению «Огненная дуга». Место определили результаты общественного голосования. За бульвар Победы отдали свои голоса свыше 76% орловчан, принявших участие в голосовании. Это скромные советские российские граждане. Один тверич, другой белгородец. Оба крестьянские дети. Оба выбрали рабочую профессию. Один работал в лесном хозяйстве, другой в шахте Донбасса. Оба пошли на войну. Оба прославили себя в битвах за орловщину. Оба служили вместе с Горбатовым и другими полководцами, освобождавшими орловщину. И не случайно, что эта великая слава, великая честь досталась тем простым российским ребятам, которые видели будущее страны свободной и независимой, гордой и справедливой. Не случайно, что оба они потом приедут на орловщину и опять будут работать простыми рабочими. Выступать перед молодежью, говорить о воинской славе. И только в 1990 году они станут почетными гражданами. Славная история нашего города. История одной семьи. Минуты этого дня навсегда останутся в памяти детей и внуков Ивана Санько. Его сын Виктор на торжественной церемонии с трудом сдерживал эмоции. Спасибо. Вот он долгожданный момент. Скорб и радость одновременно. В интервью телеканалу Первый областной Виктор Иванович Санько поделился воспоминаниями об отце. Все рассказывал, все про фронт рассказывал. Как голубей кушали, как лесные цветы собирали. Все рассказывал. Как засыпало его. По шею, по шею. Но он высокий был, поэтому не засыпали полностью. А вот прошлый день, когда он додрузил флаг, что он говорил? Я не боялся. Это приказ. Повязал знамя на грудь. На пояс одел. На стерку. Плач-палатку. Идем вперед. Из Москвы приехала внучка Ивана Санько. Все приехали и хотели сказать большое спасибо городу и людям, которые поддерживали эту инициативу. Очень трогательные. Иван Санько и Василий Обрастов за освобождение нашего города были награждены орденами Красного Знамени и Красной Звезды. В 1990 году им присвоено звание «Почетный гражданин города Орла». Деньги на установку бюстов собирали, что называется, всем миром. Помогли предприниматели и бизнесмены. За реализацию проекта взялся Московский Центр монументального искусства скульптор Андрей Слитков. Делались чуть больше месяца. Мы сначала сделали, а потом нашли родственников. Родственники говорят, мы помним их не такими. И мы пытались внести изменения по словам родственников, какие они должны быть. Искали компромисс. Но я надеюсь, что учли все интересы всех. Дубликат красного флага хранится в Орле на посту номер один и традиционно поднимается 5 августа. Мы приехали по приглашению горловчан поздравить их с замечательным, величайшим праздником для всех времен и народов. С 75-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Замечательный город славы, воинской славы. Первого салюта. И, пользуясь случаем, безусловно, хотелось бы пожелать всем жителям города Орла, Орловской области, мирного неба над головой, хорошего настроения. И помните, чтите память о годах Великой Отечественной войны, о ветеранах. Вы знаете, солдат погибает дважды. Первый раз на фронте, второй раз, когда за него забывают. Так вот, мы должны чтить память о годах Великой Отечественной войны. И еще огромное, огромное поздравление с этим замечательным праздником. Мы приехали из города Донецка, Донецкая Народная Республика, участвовать в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков. Ваш город, конечно, я вот не впервые здесь, а третий раз у вас. Вот, и я чувствую, так сказать, вот какое-то, понимаете, изменение такое заметное в лучшую сторону. В этот день я не могу не вспомнить своего деда Гуртикова Ивана Брамовича, который погиб во время Курско-Орловской битвы, похоронен в городе Кромы в братской могиле. Также не могу не вспомнить своего дядю, который пропал без вести во время Великой Отечественной войны. Не могу не вспомнить своего отца Гуртикова Федора Ивановича, участника Великой Отечественной войны, награжденный медалью за отвагу, за взятие Праги. Хочу пожелать всем жителям Орла мирного неба над головой. И пускай никогда не повторятся страшные годы, которые пережила наша Родина. Освобождение Орла от немецко-фашистских захватчиков является важнейшей вехой в истории и России, и в истории мирового человечества. Поскольку победа Великой Отечественной войны – это вселенская победа. Прошло 75 лет с момента освобождения Орловщины. Все меньше и меньше остается в живых свидетелей тех лет. 5 августа в сквер танкистов пришли люди, у которых война отняла детство. Те, кто вместе со взрослыми воевал и трудился во имя Великой Победы. Герои Великой Победы. Сегодня многим за 90. Их воспоминания и напутствия бесценны. А радость была! Ура! Все слышали, что Орел в свободе. Такая афория. В осадшившихся войсках мало осталось бойцов, остальные погибли в боях. А рады были просто до исключения. Когда узнали, что еще салют будет, мы, конечно, его уже не видели. Мы еще бились с немцами за окромы. А рады были исключительно. Это великий праздник, который принес большую свободу на всему миру. Сколько мучений принесли люди из-за этого Великой Отечественной войны. И поэтому этот праздник – самая большая радость для меня и для всего, я думаю, народа. И желаю молодежи будущими, чтобы они были патриотами, любили свою родину и всегда были готовы защищать нашу страну. Молодежи я пожелаю, во-первых, не терять героический дух, патриотический дух своей родины. Это первое. Второе – слушаться старших, учиться хорошо, отлично. Ну и иметь добросовестность и взаимное уважение друг к другу. Мне пришлось и Орела освобождать, и дошел до самого Берлина. И расписался на ротах Берлина. Чувство воспоминаний. Сижу, и все это прокручивается у меня в голове. Все я прошел. Все дороги прошел. Ранения, госпиталя. Благодарен я уже несколько раз выступал. Благодарен я женщинам, русским женщинам. Кстати, у меня половины крови женской вливали в госпиталях. 5 августа в Орле звучали песни военных лет. И поздравления главным событием праздника стал митинг в сквере танкистов. Никто не забыт, ничто не забыто. Сегодня в этом святом, геологском месте мы исполняем головы в память о героях, отдашем свою жизнь за свободу и независимость Родины. Вспоминаем тех, кто умер после военной войны. И произносим самые искренние слова благодарности в адрес ветеранов войны, сружеников тыла и представителей поколения этих войн. Низкий вам поклон, уважаемые ветераны. Про их небывалое мущество и героизм, вы преподали вашему великий нравственный урок. Вы преподали урок любви к родине. Отстояли и подняли из друин к родной земле. Подарили нам возможность жить под мирным небом. Орел – город воинской славы, город первого салюта. На нашей земле никогда не указана память о подвиге народа. Продолжение победителей мы сделаем все для уточнения развития Родовской области и внесем свой вклад в укрепление могущества нашей державы. Дорогие друзья, от всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира и добра. Вечная память героев, славы живого на поле сражения. Я приехал сегодня на ваш праздник с почетной миссией приветствием полномочного представителя президента Российской Федерации Центральному федеральному округу. Позвольте мне огласить это приветствие. Временно исполняющему обязанности губернатора Родовской области Андрея Евгеньевича Мучкова. Поздравляю вас, жители области 75-й годовщины освобождения Родовщины от немецко-фашистских захватчиков. На вашей земле прошли ожесточенные сражения, кардинально повлиявшие на исход Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Героизм, доблесть, самопожертвование родовцев, проявленные в боях и в оккупации, внесли значимый вклад в победу и освобождение родного края. Отдавая дань мужеству и стойкости защитников города, ОРУ присвоено почетное звание «Город войской славы». Наш долг – хранить память о подвиге наших деток и праздник. Мы сегодня вспоминаем события Великой Отечественной войны. Скорость мужества наших советских солдат, которые ослабили этот город. Летом 43-го года мы вступим в Городове в Лондоне Великой Отечественной войне. В ходе выступательной операции, получившей установлено именование культуры, город Орел был освобожден от немецко-машистских зарплатчиков. Прошли до двух года оккупации. Город фактически был в руинах, в развалех. Но несмотря на что, буквально из этих руин восстанавливалось гости освобождения промышленные предприятия, сельское хозяйство, школы. И сейчас здесь, на Орловщине, на дорогой Орловщине, живут люди, которые растят традиции предков, сохраняются помобыльность региона, и все делают для процветания этого благодарного края. Я желаю всем благополучия, здоровья, успехов. И отдельное спасибо ветеранам войны, низких подлогов. Участники митинга возложили цветы к памятнику героям-танкистам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Цветы возложили к братской могиле их памятнику маршалу Советского Союза, дважды герою, кавалеру семи орденов Ленина, почетному гражданину города Орла Ивану Христофоровичу Баграмяну. Субтитры Алексею Дубровскому! Чувствами глубокой благодарности к нашим ветеранам, которые отстаивали Орловскую область от немецко-фашистских оккупантов и сделали все от них зависящее для того, чтобы мы видели вот такой благодарный край, развивающийся сельское хозяйство и вообще просто красивый город. И действительно, вот те чувства, которые преисполняют наши души, они реально основаны только на одном – на благодарности к нашим ветеранам, которые 75 лет назад освободили этот город. И первый раз мне так повезло, что практически во всех районах прошла эта дата, где в каждом районе ты приезжаешь и видишь ветеранов. Их остается немного, но каждый из них и сегодня смотрит совершенно по-другому на происходящее. И я рад, что в области более тысячи памятников, памятных досок, которые связаны с развитием того патриотизма, этого урока, который нам преподали наши ветераны. Это самый главный урок – любить свою родину, извещать свою родину. Сегодня у нас 545 ветеранов осталось в живых. С каждым ветераном мы имеем связь. И уже сегодня при поддержке Совета ветеранов области мы запускаем хорошую, но забытую практику. Теперь мы будем реализовать программу «Дом со звездой». Каждый ветеран из ныне живущих, особенно те, кто ушел, будет иметь отдельное отношение с стороны школьников, с стороны органов власти. Мы вернем эту хорошую советскую практику, которая была. Но сегодня могу сказать, что когда отмечаешь 75-летний юбилей и создаешь условия для того, чтобы наши дети знали о тех страшных годах, которые были на Орловщине, о тех героических днях, которые были связаны с нашими ветеранами, что в миг он защищал свою родину, понимаешь, что сегодняшняя патриотическая работа, она нужна тем, кто жив сегодня, тем, кто будет завтра жить для наших детей. И эту работу мы будем продолжать. Я могу сказать с уверенностью, что знамя победы будет в надежных руках. Мы будем передавать его и дальше. Я не первый раз на этом празднике. Этот праздник всегда очень трогательный, очень душевный, он очень личностный. И для страны в целом, сегодня об этом говорилось, для Центрального федерального округа, безусловно. Сегодня, вы помните, на митинге сказано было Орловско-Курско-Белгородская дуга. Вот действительно, все эти города и области сегодня отмечают этот замечательный праздник освобождения. И так сложилось традиционно, что начинается этот праздник в Орле. Традиция подъема флага на единственном выжившем здании, я думаю, что это традиция, которая запомнится всем, кто хоть один раз побывал на этом празднике. И это тоже патриотическое воспитание. Патриотическое воспитание – это то, что молодой ветеран вышел, 93-летний сегодня, сказал, что рядом с ним 98-летний ветеран находится. Они здесь, на площади. Они здесь, у этого танка, у вечного огня. И это тоже патриотическое воспитание. Мне кажется, что самой большой наградой для временно исполняющей обязанности губернатора были слова ветерана о том, что дороги в Орловской области хорошие. Что ехал он из Санкт-Петербурга на автомобиле личном и видел, какие дороги, почувствовал на себе и пожелал успехов всей области Орловской, безусловно, городу воинской славы Орлу. Это вот все, что сегодня происходит, это и есть патриотическое воспитание в действии. Это пример для молодежи. И этот пример, безусловно, нужно холить, лелеять, беречь и обязательно развивать. Очень часто проходят патриотические мероприятия с молодежью, где сегодня наша молодежь имеет счастье еще пообщаться с теми участниками боев, участниками освобождения Орловщины, которые воевали на Орловской, Курской дуге. И, конечно же, рассказать ту правдивую историю, ту правдивые, наверное, боевые подвиги наших героев, которые воевали, которые освободили нашу Орловщину и которые дали нам сегодня свободу, мир, каждую семью, в каждый дом. Яркое запоминающееся событие, подарок орловчанам. В разгар праздничного дня на площади Ленина прошли показательные выступления роты почетного караула. Вечером Орловщан поздравила группа Любе и ее лидер Николай Расторгуев. День города в Орле завершился большим праздничным фейерверком и выступлением рок-группы «Черный кофе». Наталья Пихтерова, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова